Роберт Конрад в фильме Художник Винсент Джей Крессиман Оператор Чак Арнольд Продюсер Нил Ти Мафео Сценарист и режиссер-постановщик Шандорг Стерн Боб, что ты делаешь? Ты же знаешь, выносить документы запрещено Лос-Анджелес, Калифорния Грейс Ну как ты? Как живой труп До сих пор поверить не могу, что это случилось Но хоть предполагала Да ничего я не предполагала Еще вчера были свечи, цветы, вино А утром он исчез Спасибо, что можно пожить у тебя Не за что Жаль только, что у меня совет факультета Но я вернусь до десяти и мы успеем поболтать Не могла бы ты отнести домой вот эти учебники? Это ключи от входной двери А это от квартиры Хлеб в холодильнике Виски в буфете в гостиной Ладно, до встречи Все будет хорошо Надеюсь Мэри Касалас Я с вашим агентством больше дел не имею Речь идет о Роберте Големе Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Входите Как детишки, Генри? Нормально Они приезжали на Рождество Жду их на летние каникулы Да, время летит Они уже, наверное, в старших классах В колледже Невероятно А как Молле? Она снова вышла замуж три года назад Из-за подобной информации Не надо было гонять туда-сюда вертолет Телефон у меня есть И всегда был, кстати Что ж, извини В нашем агентстве оказался предатель Он убил двух моих людей А я думал, ты приехал покататься на лошадках Этот парень по-настоящему опасен У тебя армия профессионалов Пусть и ловят его У меня есть все основания полагать Что он запомнил все данные По каждому из моих агентов Ты не работаешь с нами вот уже восемь лет И это дает тебе массу преимуществ Лос-Анджелес, вторник, 21.35 Лос-Анджелес, вторник, 21.35 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему? Его должность исключили из штатного расписания Чей файл он взял? Свой собственный Мы закрываем этот отдел Похоже, ему нравится убивать В каком управлении он работал? Заказные убийства Заказные убийства Целое управление занимается этим Не целое управление, а один отдел Я не знал, что голен существует Узнал только сегодня утром Ладно тебе, гал Ты же начальник агентства Всего лишь год А этот отдел организовали 6 лет назад И 2 года назад его законсервировали Помнишь Фила Дрюбери? Да, мы нашли его мертвым 6 часов назад Самоубийство, он оставил вот это Все, что я сделал в своей жизни Было направлено на благо страны А все, что я не доделал Доделает голем Какое отношение имел Дрюбери К голему? Один отдел Нет, нет, я не это имел в виду Филл был техником Взрывные вещества, спецоружие Заказные убийства Психологические тесты показали Что ему очень не понравилось То, что сделали с его отделом Он отказался от перевода И подал прошение об отставке Затем переехал из Сент-Луиса В дом родителей в Санта-Фе Может он был не растеником Может быть стал таким И мы не знаем, какие дела Голем собирается закончить вместо него На убийство двух агентов Из-за своего досье наводит на мысль Что это только верхушка айсберга Сколько еще человек Работала в этом отделе Один Я Мэри Касалась Единственный агент Кто работал непосредственно с Големом Она знает, как с ним справиться А зачем я вам? Он засечет ее прежде, чем она Подберется к нему на милю Старые добрые времена прошли, Генри Прошло время таких идеалистов Как мы с тобой В отличие от нас, Голем Не романтик агент, а убийца-профессионал Машина-убийца И ни одному из действующих наших агентов Не удастся подобраться к нему Нам нужен ты Бог мой Есть ведь и другие бывшие агенты Они не твоего калибра Конечно, если искать только в пределах Лос-Анджелеса Роберт Голем способен на убийство Куда он направился? Не знаем Он выбрался из Сент-Луиса И мы не смогли взять его Я знаю, куда бы я пошел Если бы Мэри касалась Была единственным человеком Кому известны методы моей работы Она была бы слишком опасным человеком для меня Если бы он пришел ко мне Это было бы замечательно О, Боже! У меня сейчас живет подруга Вы набрали номер 555-3247 Меня дома нет Но если вы оставите свой номер телефона Свои данные и краткое послание То я обязательно перезвоню вам Грейс, это Мэри Возьми трубку Мне надо срочно поговорить с тобой Грейс, Грейс, возьми трубку Прошу тебя Она могла уйти? Нет У нее мои ключи от дома Она должна была дождаться меня Грейс Пожалуйста, возьми трубку Грейс, возьми трубку Алло Грейс Мэри Привет Я выпила всю бутылку виски Грейс, сделай одолжение Не задавай мне никаких вопросов Срочно уйди из дома Поняла? Уйти? Да, это очень важно Уходи Но почему? Что я такого сделала? Ничего, дорогая Не надо никаких вопросов Делать так, как я говорю Что-то случилось? Ко мне сейчас может прийти один человек Психопат-маньяк Я же цепочку накинула на дверь Цепочка для такого психопата ничто Грейс Ты меня слышишь? Грейс Ответь мне Цепочка сорвана Немедленно уходи Немедленно, слышишь? Немедленно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это для слонов. Я пользуюсь беретой. Неужели забыл? Беретта не поможет. Тебя что-то смущает? Ты нет, он да. Будет шанс выстрелить, цельтесь в живот. Он носит бронежилет. И между глаз тоже? Цельтесь в живот. Если будете стрелять в другие части тела, пеняйте на себя. Ее жизнь тоже висит на волоске, так что слушайся. КОНЕЦ 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 Хозяин, это мусорщик. Хозяин, связи, я вас слушаю, мусорщик. Квартире чисто. Можете идти. КОНЕЦ Хозяин, это мусорщик. КОНЕЦ Эти книги ваши? Или их оставил ваш бывший ухажер? Отчего же? Разве есть книги, которые женщина не может читать? Есть масса книг, которые простому человеку не прочитать. Кибернетика, например. Значит, у нас с вами разные знакомые. Вы везде проверили под кроватью все шкафы? Кроме одного закрытого. Я его не закрывала. Генри! Осторожно! Целься в живот! Черт! Черт! Кто? Что он за человек? Он робот. База, это хозяин. Птичка улетела. На воду. Восток к Олимпик. Вас понял. Извини. Я хотела предупредить тебя с самого начала. Извини. Меня чуть не пришили. Черт тебя побери. Ланс боялся, что ты не согласишься, если узнаешь, кто он. Что случилось, черт побери? Генри! Генри! Я не сержусь на тебя. Я понимаю. Очень мило. Спасибо. Мне нужна твоя помощь. До свидания. Генри, тебе не нужна куртка? У робота нет на тебя досье, а это означает, что он не знает ни твои достоинства, ни твои слабости, ни твои методы работы. Лучшего агента нет. Я не агент. И Ланс мне не босс. Меня проблемы агентства не волнуют. Тогда спрячься где-нибудь, пока они сами не найдут этого робота. Я должна найти его. Когда я начала работать на Натроникс Корпорейшн, я не знала, зачем создается этот робот. Потом проект был передан агентству, меня попросили поработать с ними, и я согласилась. Для меня большая честь сделать что-либо значительное для моей страны, и мне льстило, что они с уважением относились к моей работе. Пять лет назад за рулем своей машины был застрелен один дипломат. Я видела фотографии по теленовостям. А на следующий день утром я впервые стала свидетелем необычного для Дрюбери взрыва эмоций. Он не мог скрыть своей радости. И тайное стало для меня явным. Это заказное убийство совершил наш голем. В этот же день я рассталась с агентством. С тех пор я работаю преподавателем. Так что не ты один, кого они используют. Очень милая идея. Спасибо. Тебе известны азимовские три закона роботоники? Первый. Робот не должен ни при каких обстоятельствах нанести физический вред человеку. Второй. Робот должен выполнять все приказы, отдаваемые ему человеком, за исключением тех, которые вступают в противоречие с первым законом. Третий. Робот обязан защищать себя, свое существование до тех пор, пока такая защита не вступит в противоречие с первым или вторым законами. Создав робота-убийцу, мы нарушили все три закона. Дрюбери с самого начала хотел получить робота, профессионального убийцу. Мы не знаем, кто является потенциальной жертвой, не знаем, сколько их. Ими могут оказаться конгрессмены, даже президент. Но любой, кто попытается помешать Голему выполнить эту программу, обречен. Голем запрограммирован на выполнение этой программы и не погибнуть при этом. Ешь пирог. Тогда почему именно я должен ему помешать? Не ради агентства. Может быть, на благо своей страны? Может быть, ради самого себя? Я знакома с твоим досье. Ты человек с обостренным чувством совести. Я пошла работать в Natronics Corporation, получив диплом по кибернетике. Они как раз работали над созданием человека-робота. Я отвечала за систему контроля, прежде всего сенсорную. Этот гуманоид имеет бинокулярное зрение, инфракрасные сенсоры. Слух, которому позавидует любое животное, осязание. Чувство боли полностью отсутствует, равно как и обоняние и вкус. Доктор Дрюбери занимался моторикой. У робота чрезвычайно развиты качества, необходимые для нападения и обороны. Восемьсот градусов по Фаренгейту для него ничто. Его не берет никакая пуля, если только не стрелять в него с расстояния в шесть футов, калибр не меньше девяти миллиметров. Пуля всего лишь пробьет кожу, уязвимое место, область живота и только. Почему область живота? Обычно пытаются попасть в грудь или в голову. Мы уменьшили для него риск, поместив мозг в нижнюю часть живота. И это единственная его слабость. И еще одна. Он не должен ни при каких обстоятельствах попасть в руки противника. Тогда он оказывается полностью беззащитным, не может ни убежать, ни сопротивляться. Робот запрограммирован на самоуничтожение. Каким образом? Он взрывается. Хорошо, если ты не оказался в этот момент поблизости. Что еще? Мы решили не использовать плутониевые батареи. При взрыве могут быть радиоактивные осадки. Источник питания для него солнечная энергия через глаза. Но для активной деятельности этого оказалось недостаточно. Он вынужден каждые 72 часа подзаряжаться от электрического источника. Он должен сначала найти самое безопасное для себя место и подключиться к обычной розетке. Для подзарядки ему необходимо 30 минут без перерыва. В этот период он беззащитен. И в этот самый момент ты его берешь. Сначала его надо найти. Его ищут повсюду. В аэропорту, на автобусных остановках, на вокзалах, в отелях. Им известно, с кем они имеют дело. Мне нужно, чтобы его убрали быстро и тихо. Все, что мы обсудили, не должно выходить за пределы этой комнаты. Ясно? Я прошу карт-бланш. Полную свободу действий. Полную поддержку и полный доступ к любой информации. Ясно? Полную, ты, застану, получается. Полную, ты, застану. Полную, я не знаю. Полная, ты. Полная. Полная, ты найти какое-то. Полная, ты там. Полная. Полная, ты. Продолжение следует... Прекрасное оружие. К счастью для меня, у вашего робота такого не имеется. Он сбивает выстрелом пламя на расстоянии до двухсот футов. Очень мило. Наемный убийца должен отлично стрелять. Он доказал это. И не забудь у него глаза с телескопическим прицелом. Еще сюрпризы будут? Он может бегать со скоростью 30 миль в час. Лихо. А как у него насчет женщин? Шутишь. Необходимо для маскировки. И кто же научил его этому? Дрюбери. Это Дрюбери так окрестил его? Я еще понимаю, Роберт. Очень подходит роботу. Но откуда он взял фамилию Голем? Из фольклора. В 16-м столетии в Праге один раввин создал из глины человечка и назвал его Голем. Он дал ему жизнь, чтобы тот защитил евреев от преследований. Ирония судьбы пострадали от Голема сами создатели. Мне нужна живая информация о нем, а не эти сухие сведения. Я их ненавижу. Расскажи мне о нем. Особо рассказывать нечего. Он был пунктуальный, аккуратный человек. Мало разговорчив, когда дело не касалось работы. Полное отсутствие чувства юмора. Эмоции проявлялись лишь после удачного эксперимента. Что известно о его семье? Он был вдовцом. Все сказано в его досье. Досье дает все в сжатом виде. Ты же с ним общалась. Только во время работы над проектом. А во время обеда за чашкой кофе? Как можно работать с человеком каждый день в течение 6-7 лет и знать о нем не больше, чем об устройстве телевизора? Три года всего. И он был закрыт и непонятен, как самый настоящий телеящик. Субтитры создавал DimaTorzok Поосторожнее можно? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы что-то мне сказали? Нет. Просто мысли вслух. А вы впервые в нашем городе? Да. Здравствуйте. Сколько я спала? Час А ты поспал? Обманываешь, усталым не выглядишь Опять тот самый сон? Я же говорила, что знакома с твоим досье На какое-то время он исчез А то был каждую ночь Он вернулся? Вернулся Я знал, что мне это будет вечно сниться Бомейди был террористом Хуже того, он финансировал террористические организации во всем мире Я не виноват перед Бомейди Мне было приказано ликвидировать его Только его В его одноместном частном самолете Но у него изменились планы В этой авиакатастрофе погибло 167 ни в чем не повинных людей С тех пор я потерял сон Твоё досье оказалось неполным Там не сказано, что это мог быть частный самолет Видишь, я уже так много о тебе знаю Я так и думала Вы фотомодель А что вы демонстрируете? Тело Обнажённо? Как правило В порножурналах? В научных журналах Шутите Правда? Мне надо идти Так рано У меня деловая встреча Подождите Секундочку На всякий случай Спасибо, Анна H1 Говорит Си-2 Я слушаю Си-2 Объект покинул бар Он вышел на пятом этаже Я слушаю Си-2 Я слушаю Си-6 Я слушаю Си-2 Отхعت pitch Си-2 Я слушаю Си-2 Одно Я сих Tracy СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Как у нас со временем? Меньше минуты. А еще не проверено около 40 номеров. Извините, сэр. Этот номер закрыт изнутри. Взламывайте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Двери изнутри чем-то пожата. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По-моему, лифт ему вообще не требуется Нет, вы видели, как этот козел сиганул? Вся эта чертова операция должна была пройти бесшумно А вы устроили пальбу в отеле, но в глазах у сотни свидетелей Стареешь, Генри? Не мог попасть в него? Я должен был попасть ему в живот Что я и сделал, дважды Я свидетель Тогда почему он ушел? Не знаю Не знаете? Вы же единственный эксперт по голему Обнаружен труп мужчины, владельца слесарной мастерской Убийца вырезал для себя металлическую пластину Он усилил себя? Мне это даром не пройдет Смешно, верно? Я всю жизнь осторожничал, дорожил своей карьерой Ни шагу без тщательной разведки и подготовки А теперь из-за чьей-то мании величия мне не сносить головы Мы с Мэри собираемся нанести визит в дом Дрюбери Он вел дневники Если найдем их, они помогут узнать, кого он собирается убить Он же в Лос-Анджелесе, а вы мне нужны здесь А чего ты от нас хочешь, Кэл? Ждать, пока он вынырнет на поверхность? Он уже позаботился об одном из свидетелей А что мы будем делать, если он появится средь бела дня в гуще толпы, взорвем его ракеты земля-земля? Мы едем в Санта-Фе Что за дневники он имеет в виду? Мы перерыли весь особняк Дрюбери Если бы эти дневники существовали, мы бы нашли их Вот что, не спускайте глаз этих двоих Если они найдут дневники, немедленно дайте мне знать В них может оказаться информация, неприглядная для нашего агентства КОНЕЦ Вы? Можно войти? Конечно Конечно. Спасибо. Что с вами? Все нормально. Могу я воспользоваться вашей ванной. Да, конечно. Она вон там, за углом. Что случилось? Теловая встреча закончилась неудачно. Так это дырки от пуль. Вы шутите? Легкие ожоги. Вам налить? Да, спасибо. Хорошо. Можно воспользоваться вашим утюгом. Прошу. Спасибо. Мне нужно где-то провести ночь. Вы можете остаться у меня? Еще раз спасибо. Санта-Фе, четверг, 11 часов 20 минут. Санта-Фе, четверг, 11 часов 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И никогда не устаешь Я тому свидетель Добавил субтитры Добавил субтитры А я думал, что подобные бомбоубежища не существуют с 50-х Оно могло сохраниться с тех времен А вот это явно не из 50-х годов Октябрь 1985-го Мистер Филипп Дюби Тебе не кажется, что Фил был паранойком? Мистер Филипп Дюби Привет, я купила его в магазине на нашей улице Был коричневый, но мне кажется, синий тебе больше подходит У тебя хороший вкус Понежнее Ты такой сильный Извини Но мне это нравится Вкусно пахнет? Угощайся, кофе Ты это проверила? Изобретательный был человек У тебя есть кто-нибудь? Это лично и к работе не относятся Но ты же читала мое досе? Я ведь тоже мог все узнать о тебе из компьютера Очень кратко Никого нет, замужем не была Два раза чуть не вышла Один раз поплакала, второй обрадовалась Есть будешь или нет? А вдруг яд? Совершенно безвкусно Это же воск Представляешь, он подделывал еду Что тут странного? Он же подделывал людей Но ведь он больше тратил денег на воск Угощение обошлось бы ему дешевле А может быть ему не хотелось Чтобы такие как ты являлись К нему домой И пожрали его экспериментальную пищу К нему гости не ходили Он был отшельником А эти настоящие 322 Киллор ТБЛ 8505 Изготовитель ключа и код Друг мой, это не юрисдикция ФБР Просто у нас возникли проблемы С одним из наших агентов В случае чисто Психиатрический Да ладно тебе, Оливер Неужели ты веришь этим сказкам? Какой человек может бегать Со скоростью 30 миль в час? А мне наплевать на то Что говорят какие-то свидетели Мы стреляли по нему Потому что он опасен Но это касается только нас И местной полиции А не ФБР Мы сами разберемся во всем Поверь мне Ладно Вот и хорошо Когда я вернусь в Вашингтон Пообедаем вместе Пока Смитфилд начал совать свой нос Стэнтон просит информацию По изготовителю ключа Он нашел ключ К банковскому депозитному сейфу В доме Дрюбери Твои ребята следят за ним? Да Дай ему информацию Спасибо Склады Белмонт Боб? Я тебя еще увижу? Не знаю Я хочу, чтобы ты знал Ты очень милый И мне с тобой было хорошо Все остальные С кем я встречалась Были какие-то вялые Позвони мне Приходи В любое время Ну что, начнем? Начнем Бинго Двойное бинго Привет Дикман посчитал, что вам понадобится наша помощь Можем подвезти ваши штучки Мы уж сами как-нибудь Нам приказано доставить этот ящик Мы ознакомимся с его содержимым Дикман сказал немедленно И чтобы вы не знакомились с содержимым Позвоните ему и напомните, что начальник здесь я У меня карт-бланш Извините, позвоните ему сами Я слишком занят Пошли, Тоди Согласны, что здесь я даю приказы? Да Ящики на пол Мы же делаем общее дело Я в этом сомневаюсь Ящики на пол А теперь к стене Мэри, возьми у них оружие Привезете записку от Дикмана Я верну вам оружие Вы знаете, где нас найти? Стэнтон нашел дневники Черт Позвони в аэропорт Мы вылетаем в Санта-Фе Встреча с автором с 2 до 5 Пожалуйста Как вас зовут? Катрин Катрин Очень мило Как жизнь? Спасибо Не за что Санта-Фе, пятница, 7.35 В холодильнике пусто А я так есть хочу Опять? Ничего не поделаешь Я запрограммирована На прием пищи 3 раза в день И на 8 часов сна Работай Поспим и поедим позже Осталось 3 дневника Все только послушай Пол Клэмон создает Вашингтоне лобби С целью добиться сокращения Военных расходов На 50% На 7 лет Этот недоумок ученый Желает, чтобы Мы все стали радиоактивными А вот еще Сенатор Стэн Хаус Снова лезет из кожи вон Лишь бы прикрыть проект Ракет М-Экс Его следует зарядить В боеголовку И ударить по Москве Клеменс, профессор Ученый-ядерщик А Стэн Хаус Сенатор от штата Мичиган Сколько всего? 15 Дрюбери не параноик Он самый настоящий безумец Этот список Включает всех Либералов Консерваторов Вот, послушай В агентстве есть люди Которые настаивают Чтобы директором Был назначен Келвин Ланс Если это произойдет Прощай, Великая Америка Келл Ланс Мистер Америка Ты что-то нашла? Нет По-моему, пора звонить Келвину Ты давно знаком с Лансом? Он завербовал меня Когда я учился В Стэнфордском университете Он в то время отвечал За ближневосточный сектор Вы друзья? Не знаю Можно и так сказать Если в нашей работе Есть такое понятие Да Да, Келл мой друг Вы принесли записку От Дикмана? Мы привезли самого Дикмана А я пытаюсь связаться с тобой, Ланс Что происходит, Генри? У нас был договор Келл Полная свобода действий Полная поддержка Полный доступ к информации Дикман пытался все изменить Что скажешь, Эрл? Сэр, я думал, что будет лучше Если эти дневники окажутся в агентстве Ты совершил ошибку Вы прочитали дневники? Почти Пока у нас список Из 16 потенциальных жертв Ты один из них? Не могли бы вы оставить нас? А Маркус Бэйнс Писатель Есть в этом списке? Да Вчера Голем убил его Можно посмотреть на этот список? Можешь дописать себя Не все из них мерзавцы Как запрограммирован на них Голем? По географическому Значит, он убьет всех по списку в Лос-Анджелесе И поедет в другой город? Не обязательно Бэйнс жил и работал в Вашингтоне Если Голем был запрограммирован на его убийство Он поедет туда, где можно будет без эксцессов Выполнить это задание Раз он начал с Вашингтона То следующей жертвой может стать сенатор Корбин Этот Корбин ненавидит наше агентство Что Вы пытаетесь доказать, Ланс? Все это попахивает дерьмом, должен сказать Не жаль, что у Вас сложилось такое мнение о нас Если конгрессмену угрожает опасность, мы должны защитить его Ваш долг не защищать, Ваш долг собирать информацию Правда, в последнее время у Вас что-то с долгом не совсем в порядке Войдите Мистер Смитхилд, извините, что пришлось Вас потревожить в субботу Здравствуй, Келл Оливер Присаживайтесь Мистер Ланс утверждает, что меня собирается убить один из его агентов Это тот самый псих из Лос-Анджелеса? Я свяжусь с секретной службой Мы сами справимся? Никаких сами Это не входит в юрисдикцию агентства КОНЕЦ Речь мне не особенно удалась, но тем не менее я дал прикурить этим трусам Что там с колесом? Мы вас потеряли из виду Я требую полной информации Как его зовут, его досье И почему этот тип умудрился зацепиться за машину, идущую со скоростью 50 миль в час Зовут его Роберт Голем, до сей его пропала Делает он то, чему его научили Так что сделай одолжение, отстань Убит сенатор Соединенных Штатов Это уже моя юрисдикция Не размахивай Конституцию Я не только буду размахивать Конституцию, но и доложу об этом президенту Если не получу от тебя то, что требую Минуточку Друг мой Этот оловянный солдатик достал меня Выручайте Скажите ему правду Следующий в списке профессор Гоберман Что случится, если Голем не найдет его? Остановит ли эту программу? Иными словами, ты хочешь спрятать его, чтобы Голем его не нашел? Вот именно Ничего не выйдет Любая добротная программа просчитывает варианты невозможного Она просто переключится на другую жертву Что ты имеешь в виду? Наживку Исключено Неужели ты думаешь, что я стану просить Гобермана об этом? Нет, не Гобермана Следующий по списку Тыкал То, что вы сейчас услышите, совершенно секретная информация К тому же, среди нас есть люди, которым не по душе мое решение Но я предпочитаю быть предельно откровенным со своими сослуживцами Сюда направляется наемный убийца, он хочет убить меня Этот убийца Робот Это не шутка Этот парень ушел даже от меня Хотите жить, слушайте нас внимательно Как идут дела? Ну и сколько еще копать? 20 футов? Я же видел, с какой высоты сиганул этот парень Это не ловушка для него, это укрытие для нас У Голема инфракрасное зрение Он среагирует на тепло тела, если мы не сможем укрыться А если эта тварь споткнется и упадет в яму, когда мы будем там Страшно подумать Люди будут расставлены так, чтобы прикрыть друг друга Сколько у нас времени? Не знаю, но по моей программе Я бы через 48 часов стала искать следующую жертву Будем считать, что у нас есть 48 часов Фасад и черный ход прикрытый, периметр тоже Но он может пробраться через окно или проломить стену Мы постараемся не перестрелять друг друга в этом случае А это что? Я считаю, что их можно расположить в окрестностях дома Тогда мы будем точно знать, откуда он совершит нападение А если какой-нибудь мальчишка решит пробежаться в окрестностях этого дома Уберите мина Знаешь, о чем я думаю, Эрл? Мне наплевать, о чем ты думаешь Напомни, чтобы завтра я принес подушку Тихо, эта штука слышит даже дыхание человека Раньше завтрашнего дня его здесь не ожидают А если это ошибка? Спасибо Сейчас так тихо и спокойно Не верится, что все скоро может измениться Ты любишь рыбачить? Никогда не пробовала Да Вот где покоя и тишина Когда-нибудь возьму тебя с собой Пойду с удовольствием Ты можешь сделать мне одолжение? Не могла бы ты завтра уехать? Нет Ты сделала все, что было в твоих силах Пока он не уничтожен, я никуда не уеду Мне было бы спокойнее, если бы... Если бы что? Если бы тебе не пришлось беспокоиться обо мне? Да Давай поставим точки над «и» Я не умею готовить Я не люблю мыть посуду Приносить домашние тапочки И я не пищу при виде мыши, пауков и другого дерьма Одним словом Я сама по себе Полностью независимая женщина Вот именно Такой вариант тебя устраивает? Ну скажи «да» Вашингтон, понедельник, 9-10 Офис профессора Гоббермана Могу я поговорить с профессором? Извините, профессор Гобберман отсутствует Спасибо, я позвоню ему домой Боюсь, что вы не найдете его И там профессор уехал за границу на три недели А можно узнать, как с ним связаться? В настоящий момент он на сафари в Кенни Он будет звонить в офис в конце следующей недели Что ему передать? Спасибо, ничего Я перезвоню Офис Келвина Ланца Извините, господин секретарь Мистер Ланца нет в офисе Он уехал из города на несколько дней Он просил его не тревожить Ко мне это тоже относится, милая? Нет, я уверена, что вас он не имел в виду С ним можно связаться по телефону? Вход 803 в Санта-Фе Номер 55-20-20 Берет в один конец, пожалуйста На ближайший рейс до Санта-Фе И, пожалуйста, забронируйте для меня машину В аэропорту Санта-Фе Санта-Фе Я связался по телефону с Брэдом Они занимаются регистрацией дневников Дрюбери Похоже, что один из дневников исчез За какой год? 78-й Очень важный Вы считаете, что Стэнтон прячет его? Нет, Касалас Мне он нужен Да, сэр Нет, Касалас 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 Что вы делаете? Это собственность правительства Положите его на место Извините Это собственность правительства Это дневник собственность агентства, Генри Зачем он тебе понадобился? Все в порядке, Генри Отдай мне его Вот и все Это из сектора Кригера Свяжись с ним Кригер 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 Он не отвечает Вот он и появился Попытается он скрыться или нет? Нет Он запрограммирован на Ланце И пока он не убьет его Он отсюда не уйдет Коль скоро мы сами в темноте Попробуем-ка осветить его Прямо перед домом Я проверю Осторожней там Спасибо, мамочка Это Кригер Это Кригер Сматывайся оттуда Огонь Вы видите его? Нет Бекер Бекер Ганс Бекер 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 Я попал в него Я попал С локом С локом С локом С локом Я не сомневался, что ты будешь здесь Я надеюсь, ты понимаешь, что я не по своей воле пытался убрать тебя Я понимаю Ладно 48 часов прошло, программа изменилась Теперь моя цель не ты А Келвин Ланс Мы не отдадим его Ты разочаровываешь меня, Мэри Позволь мне поговорить с Генри Стэнтоном Ты знаешь мое имя? Я все о тебе знаю, Генри Уже убито шесть человек Ты хочешь, чтобы были еще жертвы? Не хочу Прекрасно, тогда отдай мне Ланса Нет Нелогично ведешь себя, Генри Один человек, это не шесть К тому же Ланс не тот человек, которому можно доверять Он предал тебя Не слушай его, Генри Предал, говоришь? Интересно, как? В твоем досье этого нет Я сверил кое-что с записями Дрюбери с его списком заказных убийств Это он сделал бомбу для убийства Бомэйди По указанию Келвина Ланса Для меня это не новость Эта бомба была рассчитана на высоту в 30 тысяч футов Маленькому частному самолетику такую высоту не набрать? Верно, Генри? Сейчас главное уничтожить Голема Это было ответственное задание А ты всегда был совестлив Я не мог рисковать и поэтому не сказал тебе правду Задание надо выполнять То, что ты сделал со мной Я вас прикончил Генри, прошу тебя Ни слова больше Молчи И не двигайся Отдай его мне, Генри Такого не стоит спасать Убирайтесь отсюда Если бы я хотел его смерти, я бы убил его Ты просто дурак Я не робот Субтитры сделал DimaTorzok 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 А то иди. 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 А то иди.